Что касается людей, мы здесь все проще, мы уже видим с вами два тренда, один, все о нем говорят, при натальной инженерии, когда ребенок будет до рождения собираться, мы уже немножко это умеем, на искусственном экстракомправленном оплодотворении, а скоро мы научимся это делать на обычном оплодотворении, так сказать, рутинно. Я не знаю точно как, но явно, что сейчас научные исследования идут в области того, как на уровне нескольких клеток эмбриона провести его коррекцию. Конечно, понятно, что здесь есть спрос, и спрос не со стороны родителей. Это не, пусть мой ребенок будет похож на Демиса Русаса, это другое, спрос со стороны государства. Государству не нужны инвалиды, государству нужны физически здоровые и сильные люди, которые будут жить долго и хорошо работать. Государства и страховые компании, которые страхуют жизнь, будут вкладывать в это деньги, вкладывают на самом деле. То есть мы скоро получим немножко гатоку, если кто-то знает этот роман, то есть мир, когда люди конструируются. Это будет в 21 веке, конечно, это очень близко. А с другой стороны, нам, как я уже сказал, нам нужно, чтобы люди очень долго работали, и вообще говоря, экономике не выгоден человек, который долго болеет перед смертью, который там в 60 лет слабоумный, в 70 лет у него рак, а в 85 он умер. Это невыгодно. Экономике не выгоден человек, который умер в 60 лет тоже, потому что экономике нужен потребитель, а не только производитель. Еще раз. Экономике нужны долго живущие, работающие до смерти люди, радостно умирающие на рабочем месте.